Добрый день! Начинаем нашу вторую встречу, лекцию, вебинар по теме нарушения мозгового кровообращения. Естественно, первый момент технический. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как слышно нас в эфире. Хорошо. Тема нарушений мозгового кровообращения, она актуальна вообще для мировой медицины и для российской тоже. Чаще говорят о нарушениях, связанных с патологией кровообращения по артериальному руслу. Мы об этом с вами говорили. Ну вот видите, справа у нас картинка, которая была на том вебинаре. Это вид сосудистого русла на основании мозга. Мы говорили о том, что артериальные сосуды имеют в основании мозга такой специальный, как говорится, круг вилезиев, который позволяет компенсировать временные нарушения кровотока в левом либо в правом бассейне. Венозное кровообращение имеет определенную специфику. Оно не совсем соответствует расположению артерий, в отличие, например, от сосудов конечностей. Но тем не менее, венозное кровообращение, оно напрямую связано с качеством артериального кровообращения, раз. И при этом оно определенным образом связано с другими функциями, в частности с дыханием, о чем мы обязательно поговорим, потому что знаете, дыхание – это наша ключевая тема. Ну, что нужно отметить, что в венозной системе головного мозга выделяют несколько уровней. Это поверхностные вены, это глубокие вены. И интересный такой момент – так называемые мозговые синусы. Вот видите, здесь как раз слева на картинке такая интересная система, которая отражает наличие синусов, которые являются самостоятельным образованием. Они входят в систему венозного кровоснабжения головного мозга. Если посмотреть в целом, вот с поверхности сбоку полушарий, то видно, что некоторым образом есть соответствие распределения сосудов артериальных и венозных. То есть есть определенные бассейны, куда кровь подсыпает по артериям, и откуда она собирается в венозной структуре. Но особенность венозной системы, о чем только что мы сказали, это не только специфическая венозная сеть. Вот она в основании чем-то напоминает тоже артериальную. Видите, тоже есть определенный округ, соединяющий венозную систему левого и правого полушария. Чем-то копирует от части артериального русла. Но и вот эта специфическая система венозных синусов. Как понять, что такое синус? Мы говорили в свое время о том, что головной мозг имеет специфические оболочки. И одна из оболочек, она так называемая твердая мозговая оболочка. Так вот, в принципе, синус – это образование, которое состоит из двух листов твердой мозговой оболочки. То есть, это жесткая структура. Если вена – это сосудистая, мягкая стенка, то синус – это жесткая структура. И, с одной стороны, это хорошо, потому что он может поддерживать большое напряжение и повышение венозного давления. Ну, например, там какие-то проблемы с оттоком из полости черепа, мы об этом поговорим. Но и проблема другая в том, что поскольку это жесткая структура, которая не спадается, то при травмах черепа, при поражении синуса возникает такая проблема, что он, как говорят, зияет. Может быть, обильное кровопечение, либо другие проблемы, и трудно это хирургически компенсировать. Если в целом говорить о принципе управления состоянием венозного и артериального русла, то, как отмечают физиологи, что практически все артерии и вены, они иннервируются симпатическими нервами. Но мы сами знаем, что через регуляцию дыхания можно влиять на тонус вегетативной нервной системы, и, счастье, на активность симпатической нервной системы. А что нужно еще особенно подчеркнуть, что синусы вот эти венозные, они сообщаются с подкожными, с поверхностями венами головы, которые, в принципе, можно видеть, если человек сильно напутся, через особые вены, так называемые вены выпускники. Это вот механизм самокомпенсации, саморегуляции венозного кровотока, когда возникает проблема с прямым оттоком у физиологической системы. То вот это сообщение с подкожными венами позволяет при необходимости, как, скажем, простыми словами, сбросить часть венозной крови из полости черепа не во внутренние сосуды венозные, а через наружные сосуды, наружную и ремную вену. То есть у нас есть две основных вены, которые собирают венозную кровь от головного мозга и выводят ее к сердцу, наружное и внутреннее. То вот вариант вот такой регуляции. Если запринен отток основной по внутренней ремной вене, то наличие вены посудыков, которые проходят сквозь кости черепа, вот здесь надо понять особенность, что сквозь кости черепа эти вены проходят и выходят к поверхностным венам подкожным и могут таким образом обеспечить, даже при каких-то сложных хирургических ситуациях, анатомической аномалии, позволить все-таки обеспечить стабильный отток венозной крови, потому что если будет венозное перенаполнение сосудов головного мозга, то это очень-очень серьезные проблемы с психикой, а отчасти даже и с жизнью. Но в целом система венозных сосудов головного мозга, она заканчивается в верхней половой вене, а верхняя полая вена потом уже текает в предсердие, в правое предсердие. Вот здесь интересно посмотреть изнутри, как расположены наши с вами венозные синусы, и обратите внимание, что они имеют некоторое отношение к тем органам, которые находятся у нас с вами так в голове, в черепе. То есть проблемы, которые возникают, например, ухом, мы видим внизу верхний каменистый синус, здесь могут возникать потом уже вторичные очаги. А если проблемы с глазницей, то отток венозной опять же в полость черепа, может быть воспаление, которое провоцирует не только проблемы со зрением, с глазом, но и вторичные мозговые симптомы. И что если смотреть в целом, вот эта сложная система синусов, видите, сколько это много, когда начинаешь просто об этом думать и смотришь на свою голову в зеркало, и думаешь, господи, что там только не сконструировано. Вот считается, что в целом это общее количество 15 венозных синусов, заполненных кровью. И что интересно, что связь между синусами и венами, она имеет определенное отношение еще не только для выравливания давления, но и для регуляции температуры мозга. Мозг это очень специфический орган, и высокая температура всегда нарушает его регулирующую функцию. Для этого вся эта система и создана. Вот мы видим глаз, глазная вена. Если проблема в области клетчатки и самого глаза, то уже вторично возможны проблемы в полости черепа. То же самое можно говорить о нарушениях, связанных со слухом, с ухом, особенно когда возникает воспаление сосцевидного опроса, это участок кусочной кости, который находится сразу под ушной, за ушной раковиной. И есть определенная анатомическая особенность. Вот специфика, которую я всегда всем рассказывал, показывал студентам особенно, что вот эта вот опасная зона на лице, запомните ее. Особенно это бывает, необходимо напоминать подросткам, что возникают у них определенные вот эти возрастные прыщики, которых они все побаиваются, девочки особенно, пытаются иногда по глупости, по незнанию их механически выдавливать. Но если инфекционный агент вот в этой зоне выдавливается, попадает в венозную кровь, это напрямую высокий риск распространения инфекции в полость черепа и возникновения просто банального минингита из-за незнания вот этой важной анатомической особенности. Ну и опять же, больные зубы в этой зоне, патология носа, инфекционная патология придаточных пазух, носо-оклонцевых пазух, инфекционные процессы, все это процессы, которые при тяжелом течении несвоевременной диагностике и неправильном лечении, они напрямую обеспечивают какие-то же сложности с работой головного мозга, потому что идет интоксикация из-за того, что продукты инфекционного процесса, продукты, даже микробы, которых мы убили антибиотикам, они все-таки циркулируют в венозной системе через систему вен головного мозга. Венозная система, как и любая сосудистая система доступна для исследований. Исследования могут быть самые разные, но основные системы это магниторезонансная ангиография, современная методика, которая в двухмерном варианте нам описывает сосудистую сеть. Это уже классическая тема ангиография, когда контрастное вещество вводится в сосудистое русло. Мы видим как слепок от перчаток распространения вот этих сосудов, они четко фотографируются. Наверное, очень массовые тоже доступные способы исследованы ультразвуком, через затылочный доступ, глазничный, через глаз, потому что напрямую идет в полочерепо импульс, и через височную кость, она тонкая. И очень доступный для любой поликлиники, для любого доктора это осмотр через глаз. Автальмологические методы, они позволяют на ранних стадиях уже видеть, как меняется состояние сосудов головного мозга и не только изменение артерий, но нужно помнить о том, что при повышении артериального давления, при гипертонической болезни, уже в начале второй стадии четко изменяются сосуды глазного дна. Это очень четко видно. Также и венозная проблема венозного кровотока при осмотре глазного дна, это обычно из сосудов окулиста, показывают наличие застойных явлений. Более сложные системы исследования это дуплексное сканирование, сцентография, томография, это все-таки уже фундаментальные методы, которые требуют может может быть даже какого-то специфического обоснования либо побывания в стационаре. Что интересно для венозной системы, что она очень интересно связана со многими процессами. Вот такие физиологические моменты привычные для нас, мы даже об этом не задумываемся. Венозное коробощение связано с некоторыми нашими эмоциональными мимическими реакциями. Например, если человек улыбается, попробуйте сейчас улыбнуться хорошо, то сокращаются скуловые ушные мышцы, круговая мышца глаза, затылочные мышцы. Сокращением мышц сдавливается поверхность на идущие вены, височная, височная, затылочная. Повышается от урга, то есть напряжение кожи, повышается сопротивление кровотоку, в результате улучшается кровоснабжение головного мозга. Вот вам польза от урга. Не просто. Хороший эмоциональный заряд, но таким специфическим влиянием на венозное кровоснабжение улучшается движение кровоснабжения по сосудам партериальным. Смех, вторая позитивная реакция, сокращение тех же мышц, но еще в более сильной степени. Еще есть своеобразные дыхательные движения. Помните, как смеемся, грудная клетка в состоянии вдоха, больше она напряжена, чем в выдохе. Но при этом состоянии, когда грудная клетка в состоянии вдоха, это как раз стимулирует венозный отток от головы во внутренней ремной вене, в крово и предсердие. И таким образом, если по венозной системе быстрее больше текает кровь, то и усиливается поступательное движение крови в артериальные сосуды головного мозга. Это значит лучшее питание мозга раз и лучший баланс поступления питательных веществ и того же кислорода в сосуды мозга два. Поэтому, как не зря говорят, что улыбаться и смеяться полезнее, чем плакать Игорь Масничевич. Но вот плач это уже немножко другая тема. В биомеханике движения в работе мышц при плаче кровоток противоположно, по другому типу протекает. Мышца сокращается, которая опускает угол рта, можно вспомнить, как мы плачем, но при этом облегчается кровью по лицевой вине. Сокращение лобной и затылочной мышц вспомните, как плач способствует усилению кровотока в затылочной вине. А в дыхательных движениях больше фаза выдоха. Но из-за этого все-таки идет выдох с повышением давления в сосудах легких и в генозной системе уменьшается отток крови с полости черепа по внутренней вемной вине. Поэтому реакция плач рыдания она не позитивна для мозгового кровотока. В связи с этим я вспоминаю тему рыдающее дыхание. Может быть слышали вилонос. Вот я как-то читал его, читал, но вот этих физиологических моментов, связанных с методикой дыхания кровообращения при упражнениях вилоноса не получилось мне очень четких найти. Поэтому я методики вилоноса в моем курсе дыхания даже не понял, потому что надо хоть элементарно обосновать определенные приемы дыхания. Мы с вами знаем, что есть крупная программа дыхания система дыхания пранаяма и обязательным элементом в основном курсе является задержка дыхания на вдохе. И в отношении этого момента задержки дыхания на вдохе я всегда отмечаю здесь я специально для нас еще раз повторяю, что при усиленном глубоком вдохе ну попробуйте сейчас синули грудную клетку возникает отрицательное давление в легкие поступают воздух, но улучшается венозный дренаж из-за отрицательного давления в средостении в средней части отдела грудной клетки кровь из мозговых вен буквально отсасывается скорость кровотока снижается внутричерепное давление об этом было написано еще в 1928 году это есть такой скажем так одноразовый либо не частое и плохо без задержки получается что если мы дали задержку мы уже вмешиваемся не только в физиологию дыхания но и в кровоснабжение мозга венозной крови и лоток внутричерепного давления и это может дать не совсем приятные ощущения особенно про наличие заболеваний поэтому если мы говорим о регуляции дыхания и потребности либо попытках выполнить какую-то остановку дыхания на вдохе то я всегда отмечаю два момента делайте не задержку дыхания а паузу паузу не длинную а короткую 2-3 может быть 5 секунд и лучше если вы это делаете в положении полулежа либо лежа чтобы комфортнее были реакции сосудистого мозгового кровотока на изменение функции дыхания и на изменение кровотока по венозной системе мозга ну мы об этом в курсе когда мы говорили связь дыхания с другими функциями немножко подробнее говорили но вспомнить не лишнее и что нужно отметить что все-таки у нас мозг имеет такие системы циркуляции это реальное русло это венозное русло и это черепно-мозговая или потом продолжение ее спинно-мозговая проще говоря ликварная система система ликвара которая омывает мозг здесь интересно сравнить что например в брюшной полости в корпусе в теле есть артериально-венозно-лифатическая мозг у нас имеет артериально-венозно-лифанную и ликварную систему как основную поэтому если мы существенно меняем венозный кровоток более резко то это вызывает вторичное изменение давления внутри черепного давления я планирую следующий вебинар по головной боли там мы этот момент немножко конкретнее посмотрим и получается что если мы резко нарушаем неправильным дыханием или напоживанием при какой-то физической нагрузке неправильно включаем дыхание либо возникает нарушение венозного кровотока через сосуды при опухолях например средостения в легких и так далее это все вторично вызывает нарушение ликварного кровотока ликварного ликварная циркуляция поэтому проблемы возникают уже очень серьезные требуется порядка нескольких исследований уже выбирается тактика обычно идет нейрохирургическая помощь ну вот венозные кровообращения они возникают довольно часто сопровождаются нарушением тонуса вен что приводит к застой венозной крови вы знаете что любой застой крови хоть в артериальном хоть венозном росте это всегда уже гипоксические реакции а гипоксические реакции крайне неблагоприятны для нейронов потому что нейроны наиболее чувствительны к кислородному голоданию поэтому скрытые венозные нарушения нарушение венозного кровотока головного мозга они вторично вызывают уже определенные проблемы психологического психического даже неврологического что называется в общем венозная энцефалопатия они немножко коснулись вот смотрите статистика хронической венозной недостаточностью это имеется ввиду в целом ну чаще всего это проблемы венозных судов нижних конечных 35-38 миллионов человек 140 миллионов населения немножко больше взрослого минимум каждый соответственно если есть проблемы венозного кровообращения внешних конечных сетей то в первой степени людей это проявляется уже потом вторично при исследовании венозного кровотока судов мозга как следствие общей венозной патологии венозные венозные нарушения возникают сердечная и легочная недостаточность туберкулез эмфизема это вздутие грубо говоря расширение легких бронхоэказы это расширение бронхов астма маторекс прекращение носового дыхания насморк нос не дышит физиология дыхания нарушается вторично страдает венозная кровотока давление вне черепных вен это прежде всего вены шеи либо средостение опухоли мозга инфекционные процессы эпилепсия части и черепно-мозговые травмы что интересно что вот именно конституциональные наследственные факторы являются ключевыми то есть если у человека есть проблемы с венозными сосудами нижних конечностей то высокий процент риска нарушения венозного кровотока головного мозга и вот такая особенность важная даже физиологической беременности что при беременности действительно нарушается венозный кровоток и это может приводить к нарушениям венозного кровотока головного мозга в том числе чем это печально тем что в принципе если повышается венозное давление нарушается венозный кровоток то нарушается именно венозная артериальный баланс. В природе все в балансе. Не зря я свою книгу назвал пневмобаланс. И артериальный и венозный кровоток, они должны быть в определенной пропорции от регулированного и сбалансированного. Если проблема возникает венозного давления, то вторично уже страдает артериальный кровоток. И вот есть такое понятие веногипотония. То есть пониженный тонус вен, который может возникать не только при каких-то особенностях наследственных, но вот, например, нитроглицерин. Самый известный препарат для лечения спазмов сосудов сердца. Ирогенные, аминные, определенные есть группы препаратов и лекарственных. И даже в банках встречаются гормональные препараты, эстрогены. Это правило, женщины пользуются. Алкоголь, наркотики все-таки у нас, к сожалению, не редкость. И вот эти факторы, достаточно, скажем так, легально встречающиеся в жизни пациентов вызывают нарушение венозного кровотока. Постепенно формируются проблемы, которые на начальном этапе сложно как-то даже поделить. То есть у нас головной мозг имеет определенные хорошие компенсаторные возможности, о чем мы говорили, что там сброс через вены впускники в наружные вены, появляются вены головы. Поэтому какие-то неспецифические общие непонятные жалобы, расстройства, то голова тупая, то втомляемость больше, то что-то как-то вот не так некомфортно себя человек чувствует. Ну то, что можно отметить, что вот эти тупые головные боли, они чаще могут быть проявляться в утренние часы при длительном вынужденном положении головы и перемене атмосферного давления после алкоголя. Если спазмы сосудистые, атериальные могут быть алкоголем как-то облегчаться, то на венозный тонус это особое влияние не оказывает. Потемнение в глазах, обмороки. Вот эта вот такая скрытая, растянутая, размазанная картина, она доводит человека до невротического состояния. Потому что все как-то не так, и гипоксия мозга, она уже потом приводит к таким нарушениям сна, хронической сонницы. А если у человека бронхит, у нас в кровящихах огромнейшее количество, то есть они кашляют. Бронхиальная астма тоже массовое заболевание. Одно из проявлений это кашель, то при длительном частном кашле вот эти кашлевые тупые, толчки, они формируют, провоцируют сначала венозные, как бы так, спонтанные подъемы давления в венозных сосудах мозга, потом вообще устойчивый венозный застой. Есть такая особая форма эпилепсии, ну, так ее называют эпилепсии, судорожные припадки, которые возникают вследствие упорного длительного кашля. Кашель является фактором, который вызывает нарушение устойчивого баланса артериально-венозного кровотока и усиливает, провоцирует гипоксическое состояние, которое исходно существовало. А в целом, вот эта хроническая венозная недостаточность, ну, например, я вспоминаю пациентов, которые с астмой, с адреской, с больным сердцем сидят и задыхаются. И со временем формируется проблема на фоне нарушения венозного оттока головного мозга, особенно если не умеют дышать, диафрагмой, дышат грудью, задыхаются, возникает состояние, которое называется венозная цифалопатия. Разные мелкие определенные такие неглубокие, но множественные нивеологические изменения, которые в целом какой-то один четкий диагноз сложно сформировать. Но если следует венозное кровообращение, то видишь, что, в принципе, здесь стойкие нарушения, то уже это оценивается как венозная энцефалопатия. Здесь энцефалопатия дисциркуляторная, связанная с нарушением мозгового кровотока по артериям в связи с атеросклерозом. А здесь возможна венозная энцефалопатия из-за венозных проблем. И что нужно отметить, что нервные клетки-рецепторы, которые находятся в венозных сосудах, и нервные клетки-рецепторы в оболочках головного мозга, дают постоянно такие ноющие, длительные, постоянные, надоедные головные боли. Мы знаем, что сама по себе нервная ткань головного мозга, она не имеет болевых рецепторов, а вот головная боль может быть связана с тем, что раздражаются рецепторы, которые в стенке венозных сосудов и в ткани оболочек оболочек головного мозга. Здесь то же самое, если какие-то головные боли постоянно преследуют, не снимаются анальгетики, они почти не снимаются, то в обязательном порядке нужно следить за качеством венозной системы и проверить, в каком состоянии находится венозный кровоток сосуда мозга. Проблемы, которые наиболее часто тромбозы, это значит тромбоз, призывание сгустка крови, тромбоз мозговых вен. Кстати, когда вчера или позавчера в новостях подскочило, что певец Николай Носков попал в тяжелом состоянии в реанимацию, и оказалось, что он попал именно в связи с тромбозом сосудов головного мозга. Тромбоз вен головного мозга, наверное, одна из наиболее печальных ситуаций, это может быть последствием абортов, особенно криминальных. Может быть, следствием проблем венозного кровотока, которые возникают во время беременности, после родов провоцируют уже движение тромба. тромбоз синусов, это вот как раз та ситуация, когда инфекция из очага, это фурункулы, например, на волосистой части головы, лобости лица, гнойное воспаление костей черепа, придаточные пазухи носа, тоже гейморит, либо есть придаточные пазухи носа в основании костей черепа. Эти сильные, активные, инфекционные, воспалительные процессы, они дают осложнение, это не редкость, и образование тромбов в синусах твердой мозговой оболочки, наверное, еще более сложный, еще более тяжелый случай для активной терапии. Поверхностные вены головного мозга, они тоже могут быть поражены процессом тромбоза, появления тромбозов, это чаще после родовой период и опять же гнойные процессы на лице, либо в околоносовых пазухах. Наиболее тяжелое в плане клиники диагностики, это когда идет тромбоз глубоких вен головного мозга, потому что в основании черепа захватывает очень серьезные структуры, связанные с регуляцией внутренних органов в пункте, там мы говорили про лимбическую систему, про стекулярную формацию, про ствол мозга, это все те системы, те структуры, которые на фоне тромбоза глубоких вен головного мозга могут резко нарушать свое состояние и доходят состояние до коматозного, с тяжелым течением и с родными уже потом последствиями неврологического плана. Основное, наверное, если говорить о проблемах венозного кровотока, то что в принципе это может протекать постепенно от легких нарушений периодических, но уже глазное дно, если смотрим, то видно, что вены изменены. Потом это уже на фоне стойкого нарушения доходит до венозных кризисов, когда резкие периоды, то есть длительные на тяжелые ухудшения, от этих, когда уже энцефалопатия, то есть патология головного мозга с появлением и психоэмоциональных нарушений и определенных каких-то нарушений неврологических, может быть не грубых, но множественных, распространенных. И здесь возникает проблема, что пациент ходит-ходит-ходит сразу только к окулисту, только к стоматологу, только к ворврачу, а в принципе надо идти к невропатологу и отбираться с основной функцией, которая провоцирует эти нарушения, то есть сфенозом кровотока. Ну поскольку здесь процесс, который приводит к кровообращению раз и к вторичным изменениям в состоянии ткани головного мозга два, то здесь процессы, принципы лечения направлены как раз на эти факторы. Убрать воспаление, если оно есть, опять, небежки, противовоспалительные препараты и лекарственные правы, нормализация тонуса венозного русла, тоже лекарственные правы можно использовать. Амболитическая терапия, это, конечно, только лекарства, нейропротективные, это могут быть лекарства и фитокерапии, ну и пиявки, понятно почему, потому что они улучшают состояние крови. Увлечение нарушений мозгового кровообращения, связанных с патологией венозного сосуда, очень важный такой момент, который всегда отмечают так называемые венотоники, сосуды, которые улучшают тонус, устойчивость венозной стенки. Естественно, этот эффект идет общий и на венозную стенку головного мозга, и на венозные сосуды внутренних органов и конечностей, потому что мы знаем, что это единый организм, единая система. И поскольку венотоники в данном случае не используются внутрь, мы же не можем намазать голову мазью, как например на ноге венозное расширение сосудистой стенки, то идут венотоники такого общего плана и самые разные препараты, они уже устойчиво используются, но мы можем отметить, что, наверное, такой препарат, который известен всем, это гальвенол, это искузан, они всем известны. Если есть проблемы психического плана, то, конечно, препараты транквилизаторы. Если есть инфекция, то, конечно, мы боремся с инфекцией. Но в лечении инсульта мы говорили ранее, и здесь, пусть это мы говорим о венозных проблемах, но то же самое. Полезные вот эти препараты, простые, эффективные, доступные и позволительные их используют длительное время в плане нейропротекции, это янтарная кислота, это лимонтар, это лецитин и очень простой вариант глицин, препарат, который идет и под язык в экстренной помощи, и есть капсула, например, глицин с витаминами группы В. Нам очень важно поддержать нейроны в их каком-то ослабленном состоянии. Это можно использовать буквально с первых часов какого-то острого состояния, либо если мы идем в плане реабилитации, то может быть месяц, два и три, без каких-то проблем, потому что это препараты, которые соответствуют в принципе химическим вопросам нашего организма, та же янтарная кислота, она является той структурой, которая без переработки сразу поступает дыхательный цикл. Если вы были на первом вебинаре, это важно для получения АТФ, а АТФ это энергообеспечение. Цитофлавин, мы о нем говорили, комбинированный препарат, прекрасно идет, снижая и тяжесть течения нарушений и осложнений фитотерапии. Это наша новосибирская разработка, то что позволяет получить улучшение венозного тонуса и венозного кровообращения. Комплексный препарат фитотерапевт, фитотерапевтический комплекс нейрогенит, так называемый, комплекс календула, черноплодка или в ЗЕЯ, полезно для нейромедиаторов, и улучшение тонуса сосудов в том числе. Очень важно, это отмечают уже в исследованиях клинических у нас в Новосибирске, что оптимизация соотношения между притоком крови по артериям и венозным оттоком. То есть это тот баланс, который нужен для того, чтобы стабильно шла циркуляция крови и ликвара. Второй наш интересный новосибирский кожепродукт Alfit 31. Он так и называется для профилактики, решения мозгового кровообращения и реабилитации после инсультов. Вот конкретно его назначение, которое заявляется прямо как важнейший фактор для, важнейшие условия, важнейшее его назначение для данной ситуации. Вот здесь важно отметить, что лобазник, мы о нем говорили немножко еще и раньше. Очень полезен в плане улучшения микроциркуляции по капиллярам боярышник, что важно для расширения сосудов мозга и улучшения. Он, кстати, антигипоксант хороший, мы о нем говорили раньше. Сушеница способствует снижению артериального давления. Зизифора пустырник, то, что очень важно, что на фоне энцефалопатии возникают эмоциональные какие-то реакции раздражения, любое нервное напряжение, любая психическая ситуация, когда человек плохо себя чувствует, это утяжеляет течение любой болезни. Мы с вами знаем, что нервная система, она очень четко, жестко связана с состоянием с активностью иммунной системы и гормональной системы. Поэтому, чем спокойнее, устойчивее и крепче нервная система, чем стабильнее и позитивнее настроение, тем лучше общий тонус. Потому что этот алфит, он разработан у нас как раз для этой клинической ситуации и работает, в принципе, хорошо. Что важно, что это можно применять длительно. Это не дает эффекта накопления, аккумуляции. Это не дает побочных эффектов, сочетается с любым видом диеты и с любым видом лекарственной терапии. Но, к сожалению, мы знаем, что лекарственная терапия преобладает отношением врачей к сборам, даже официально проверенным. Спокойно. Это проблема организации, а не самих врачей. Чудо вот это мы еще вспомним, манжетка, трава алхимиков. Прекрасная трава. И я ее вспоминаю, потому что она хорошо работает как антидепоксант и полезно даже для улучшения гормонального фона у женщин. Профессор Барнулов ее всегда упоминает в описаниях проблем лечения женского бестудия. Слемника, о котором мы тоже говорили в данном случае, даже при нарушении венозного кровоколка, либо в виде монотерапии, либо в комплексных сборах, прекрасно работает, потому что, мы немножко говорили, потом в конце еще вспомним, что он способствует процессу так называемой нейрогенез, активации, восстановления нейронов, обновления нейронов. Вот этот лекарственный препарат, шлемник, байкалин, там такой компонент есть, он в этом плане очень активно работает. Это официальные данные, не сказки из народной медицины, так сказать. Интересное растение, но я специально жирно выделил, что ядовитое. Растение, которое способствует реабилитации после разных нарушений венозного и атериального кровообращения, способствует улучшению венозной стенки состояния крови, но лучше в малых дозах. Вот если здесь написано 5 грамм на 100 млитр, то можно начать с минимальной дозы 1 грамм. И если 2 недели в этом режиме поднимали, все хорошо, можно немножко обладать, например, 2-2,5. Если есть возможность контролировать свертываемость крови, тогда по согласованию с доктором можно выходить, может быть, и на среднюю дозу 5 граммов. Препарат, растение официально давно известно в лекарственной медицине. Работает в неправильном применении очень. Сбор, который мы уже встречали в первой лекции, я просто напоминаю, если кто-то не был, что сбор официальный, он написан в научной монографии, он дает эффект и для лечения, и для реабилитации. Все травы можно найти без проблем либо у себя в лесу, либо в нормальной фитоаптеке. Понимается и способ приготовления стандартный. В необходимости потом можно будет вам вернуться, посмотреть, как известно. Обращаюсь в следующий момент. Очень важно для восстановления функций нейронов и реабилитации организмные продукты, питание в том числе, и апитерапию, как народная российская программа оздоровления. Здесь нам чем интересно, что, во-первых, мед легко усваивается. Высокая концентрация микро-макроэлементов. Есть определенные компоненты, которые просто не уникально впитываются, и мозг получает хорошую энергетическую поддержку. Что пишут диетологи, которые эту тему отмечали, и апитерапевты. Это идеальный пищевой продукт, когда организму нужен энергетически хороший баланс, без затрат на переработку пищи. Это особенно важно для людей пожилых, ослабленных, либо после этих консультов. Цветочная пыльца. Прелесть. Полный набор всех нужных соединений, но обратите внимание, что лучше ее под язык. Следующий. Я почему апитерапию отдельно выделяю, наша страна пока еще имеет колоссальные ресурсы по продуктам пчеловодства. И это все можно найти и в магазинах, и на рынке. У нас в Сибири, Алтае, здесь и в России, может быть, Крайнего Севера. Маточное молочко. Продукт шикарный. Работают хорошо. Регенерирующее действие на нервные клетки, причастие на эндокринные железы, но, обращаю внимание, желудочный сок инактивирует, то есть снижает его активность. Поэтому маточное молочко под язык. Момент второй. Поскольку оно все-таки влияет на многие процессы, то оказывает эффект и на сосуды, на тонус. Если артериальное давление умеренное, среднее, ну, 180, может быть, там, 200, то возможно снижение, а если риск, то повышение. Но надо контролировать. Поэтому начинайте минимальную дозировку, 100 мкг на 1 кг, это все можно рассчитать, дома не будем задерживаться. Принимаете каждый день вот там вещь на катабилке давления. Или очень хороший вариант, маточное молочко уже в виде таблетки Апилак, под язык. Посасывается отлично, переносится хорошо. Плюс такой нейтральный. Чем нам может быть полезен видопульс в реабилитации пациента? Потому что все-таки нарушения бывают специфические. Они могут быть не только в виде какого-то изолированного нарушения мозгового коробращения портериум-веном, они часто возникают на фоне гормональных нарушений, на фоне уже имеющихся проблем, например, ожирения, сахарного диабета и так далее. То есть лучше подбирать индивидуальные варианты фито- и диетотерапии. Здесь наш самый модуль диетотерапии, федопульс. Позволяете выбрать оптимальный на данный момент тип питания, потому что если мы правильно проводим реабилитацию, добавляем дыхание, лечебную скульптуру, то есть курица 2 месяца, другой организм, уже другой тонус, тем более меняется и сезонное состояние организма, то повторно уже через 2 месяца провели исследование, посмотрели баланс дождь, индексы напряжения, посмотрели спектр питания и откорректировали его. Естественно, пиявки, о которых мы говорили, вещь полезная, особенно при проблемах венозного коробращения. Но очень важно не просто пиявки назначать как бы так, а подобрать их по данному рецепту с учетом состояния организма, активности меридианов, конституции по душам, по балансу-дисбалансу. И для этого разработан модуль гирудотерапия, который позволяет определить оптимальное на данный момент применение лечебных пиявок с указанием точки деятельности. Исследования, а уже самостоятельные, это не наши исследования, самостоятельные показали, что гирудотерапия, она вообще считается одним из разделов к очищению организма. Она еще в канонической литературе рак-тамоша, там оказывается, гирудотерапия значительно ускоряет процесс лечения, в доводственном периоде, если мы правильно используем, и на этапе реабилитации быстрее восстанавливаются нарушенные функции, сознание улучшается кровоснабжение. Хороший, высокий уровень профилактики повторного инсульта. Усложнение, противопоказания крайне ограниченные. Крайне ограниченные, то видите, проблемы давления, анемия, гемофилия, так вот часто бывает. Что может быть здесь еще нужно отметить, что сейчас все-таки это уже стало отдельной медицинской специальностью, пиявки официально разрешены, используются они одноразово, потом уничтожаются. И если есть возможность, то в принципе даже некоторые люди, я знаю, гирудотерапевт, после профессионального лечебного курса у специалиста, потом покупают пиявки в аптеке и разрешение доктора, по рекомендации, куда и когда ставить, сами проводят повтор. Вот, естественно, любые виды инсульта и проблемы артериального и венозного кровотока, это проблемы, связанные с состоянием головного мозга, одной из функций, которых являются рефлексы. И очень важно понять, как эту активность неврологическую компенсировать, либо восстановить. Вот, здесь нам с вами может хорошо помогать наш модуль рефлексотерапия. Этот модуль, кто пользовался, либо смотрел, знает, что здесь огромная информация по точкам, тоже четко разложено по полочкам на меридианы, с учетом классификации ВОЗ и китайской, в том числе. И описывается, что, куда, как и чего. Что важно, что формируется программа на короткий определенный курс, с учетом даже времени. В последующем можно провести следующий цикл и посмотреть, нужно ли продолжать эту схему, либо откорректировать ее, изменить. Здесь у нас важный момент, что лечить не болезнь больного, потому что диагноз, то он диагноз, а человек в процессе реабилитации меняется не только как личность в психологическом плане, но и как физиологическое структуру. Возможность это отследить и быстро перестроить программу реабилитации, повышая ее эффективность, развивая здесь модуль очень хорошо она позволяет эту тему использовать. И если нет возможности, например, финансовой, регулярно проходить рефлексотерапию у профессионала высокого уровня, то комплекс лазерный физиотерапевтический, лего-лазер, как мы его называем, он как раз позволяет это потом использовать, продолжать уже в домашних условиях. Где идет воздействие с учетом трех факторов. Лазерное воздействие это точный электрофорез и ионов серебра и пресс-аккупунктура, мягкое такое давление, что-то типа точечного массажа. Это очень важно, как отмечает Сергей Викторович Косинцев, что данный метод лазеротерапии относится с классикой китайской медицины методом ЗЮМ, поскольку излучение лазера совпадает со спектром горения полынной сигары. И важно, что активирует не только кровообращение. Мы понимаем, что при всех проблемах инсультных, посенсульных состояний, все-таки нужно оптимизировать, улучшить, усилить, восстановить движение крови по сосудам. Но мы с вами знаем, что кроме движения крови по сосудам, мы сами еще имеем и определенные процессы, связанные с движением энергии по меридианам. Вот здесь как раз возможность одной процедурой, в одной программе решить две задачи. И циркуляция крови, и циркуляция энергии. Это я считаю очень важно, потому что, я вспоминал, я же работал психиатром, неврологом, психоневрологом. Если человек пожилой, либо инсульт тяжелый, но очень слабый пациент, их очень трудно реабилитировать, и какую-то активную УФК они почти не готовы делать ежедневно, длительный массаж поликлиника обеспечить не может. Родственники не всегда способны его профессионально делать, а вот таким физиотерапевтическим подходом, корректным и, в принципе, не очень дорогим. Ну, к сожалению, мы должны думать о деньгах в наше время, о медицине. Можно проблемы, если не снять, то существенно обречить. Очень серьезная проблема после инсультов, это не только восстановление каких-то двигательных функций и так далее, но специфическое расстройство, оно так и называется. Постинсультные чувствительные расстройства, или центральная постинсультная боль. Это состояния, которые развиваются вначале многих, и порядка 8, может быть, 10% могут оставаться в течение длительного времени. Вот здесь специфика, что боль, она очень такая неприятная, она может быть резкая, пульсирующая, она не снимается нейролептиками, не снимается анальгетиками, и фактически она человека выматывает. Вот у нас в Новосибирске очень серьезный федеральный центр нейрохирургии, недавно приезжали американцы, обменивались опытом, не они нас учили, а мы с ними обменивались опытом, и в том числе была сессия операционная в плане вот этих поцинсультных чувствительных расстройств. Наш ведущий нейрохирург Розаев фамилия, он так сказал об этих пациентах, что это страдающий инвалидизированный человек. Формально он не инвалид. У него есть руки, есть ноги, они шевелятся, нет нарушений, тяжелых двигательных, но боль, самого разного плана, она мешает жить и работать. Вот, скажем так, условно говоря, измерить боль в баллах, ну как тоже артериальное давление, либо как сахар, либо как холестерин, практически невозможно. И невропатолог, херопевт, хирург, к которому приходит пациент, говорит, что у меня там болит в боку, понятно где в руке, в ноге, они в замешательстве, а может быть человек симулян, потому что, ну вот, рефлекция вроде есть, чувствительность есть, двигательные нарушения минимальные, а на какие-то странные боли реальные чувствительные нарушения, которые у нас в Новосибирске, один из многих центров, где научились оперативно решать, как хирург описывает, сама операция состоит в том, чтобы на те болевые зоны, которые соревновались в головном мозге после нарушения мозгового кровообращения, воздействовать так, чтобы выключить их из такой, как он пишет, нейроциркуляции. Специфическая методика, это очень сложно объяснять в обычной лекции, но наше счастье, что операции очень дорогие, но лечение подбывает федеральный бюджет, потому что операция, такая сложнейшая, стоит до нескольких сотен тысяч рублей. Поэтому люди приезжают, к счастью помогают, и операция полностью лишает эту проблему. Значит, человека полностью возвращает к жизни. В плане реабилитации очень много различных разработок. Вот электрическая перчатка специальная есть. Когда человек убивает перчатку, и по куберной программе она начинает комментировать функции пальцев, и потом уже она сама работает, и уже сформировался новый рефлекс. Или, интересный момент, разработан чип, который позволяет через интерфейсы чеселекционной системы входить в контакт с мозгом человека, который не может говорить, может активно выразить свои ответы, да, нет, и так далее. Одна из свежих разработок уже прошла первое тестирование. Очень важно, что у вас здесь гипоксическая, гиперкапническая система дыхания, ну, например, через наружную емкость 2,5 литра. В счет влияния вот этих тренировок значительно улучшается мозговой кровоток, повышается объем памяти, остается степень нарушений кровообращения и эмоциональных проблем. Озон. В последнее время стало активно развиваться. Мы на первой лекции курса дыхания говорили о теме озонотерапии, там вспоминали, что это в последние 20 лет активно развиваться, что если применять озонотерапию при реабилитации, то это в среднем на 20% улучшает процесс восстановления и стабилизирует, потому что улучшается текучесть крови по капиллярам. Проблема нейрогенеза, это проблема интереснейшая. О ней долгое время так с сомнением говорили, что нейроны не образуются. Нет, есть структуры мозга, где постоянно, все время, даже пожилых людей вырабатываются нейроны, новые рождаются. Эта структура связана с гиппокампом, это, помните, мы говорим, репролимбическую систему и в области желудочков мозга эти нейроны вырабатываются. И в некоторых структурах мозга, прежде всего, в обонятельную мозг, прежде всего, они своим ходом добираются. Если так представляешь, что мозг, нейрон где-то родился, он потом подвигается. И оказалось, что на процесс нейрогенеза влиять можно разными факторами. Это может быть физкультура, какие-то специфические препараты сложные, дорогие, но и такие очень доступные средства, как омега-3, жирные кислоты, они есть в той же жирной рыбе морской, позволяют активировать нейрогенез. Такие средства, называемые из группы флавоноидов и полифенолы, куркумин, куркумани, не дефицит, идти можно. Черника, был эксперимент на мышах, но он доказательный, что повышение давления порошка черники активирует. Хорошие какао, тоже флавоноиды, поэтому шоколад называют пищей для мозга. Критическая активность, физическая активность, все это только на поле. Чтобы не было проблем, конечно, важна и в целом гигиена и профилактика. Поэтому при нарушении химнозового обращения крайне ограничены рекомендации в плане процессов, связанных с перегрузкой, с наклонами, с длительным напряжением головы в неправильной позе, высокие низкие температуры, перепады температуры. Самые необходимые профилактические меры это дыхательные гимнастические упражнения, это медленный спокойный вдох с расширением губной клетки, но все-таки диафрагмальный прежде всего 5-6 медленных вдохов, легкая пауза и спокойный выдох, лучше их делать полулежа-лежа. Несколько раз в день лучше всего, конечно, исключить с давления шеи какие-то европейские и другие галстуки, спать длительно 8-9 часов, лучше высокую подушку, как советуют специалисты. И наверное еще одна тема медицинская, которая может быть полезна, это если есть какие-то сложности с позвоночником и с венозной системой, из артериальной то мануальная терапия специалиста, либо навыки самостоятельной коррекции шейного отдела позвоночника, но нужно помнить, что шейный отдел позвоночника это отдел всего позвоночника, можно и делать гимнастику, то гимнастику должна быть направлена на весь позвоночник корректно, без резких движений, и просто я уже не успеваю писать и рассказать слово очень простое запомните гимнастика называется лежебока. Наберете в поиске гимнастика лежебока, там найдете очень простой который в принципе дает возможность человеку даже ослабленному там не напрягающие упражнения положения лежа хорошо подтянуть всю двигательную систему, в том числе позвоночник порядочек то есть капилляры глазного яблока часто рвущиеся это все-таки слабость сосудистой стенки капиллярной ну самый простой вариант это рутин аскорутин препараты которые укрепляют сосудистую стенку но показаться окулисту и сдать конечно развернутый анализ крови посмотреть свертываемость крови тромбоциты но это специалисты знают с этим рисковать нельзя сами понимаете это во-первых психически неприятно во-вторых это конкретное указание на то что в целом капиллярная сеть имеет определенную слабость и ладно в области глаза мы видим оно как бы не глобально а если где-то капилляр по-другому будет поврежден например в тех же почках в тех же аммиакар где-то более сложные нарушения здоровья поэтому я желаю вам здоровья обязательно дышите грамотно регулярно и диафрагмально прежде всего используйте фитотерапию рецепты вы там посмотрели они всем пригодятся и если у кого-то есть какие-то проблемы там в общем-то их можно использовать как универсальные рецепты это средство проверенное время всего доброго всего наилучшего до свидания удачи удачи до сих пор до сих пор дышите Продолжение следует...